Здоровенько будут подписчики мопеда Раритетовича, а также подписчики сайта вагнобэн.ру. С вами снова Илья Механик и это 21 выпуск видеоряда переключки. И посвящен он мопеду Рига 4. Да, это второй мопед Рига 4 в моем видеоряде и моей коллекции. Данный мопед 1971 года. Как видите, он сейчас в состоянии скелета. Двигатель с него Ша-52 находится сейчас на Риге 4 70-го года. То есть это был двигатель все тот же до 50 кубиков. Янтерпошня 38, рабочий ход 44, максималка 45 км в час. Жрал 2,2 литра на сотню. 33-х 30 км в час. В чем разница Риге 71 года с Ригой 70-го года? Первое, что бросается в глаза, это задний фонарь. Теперь он стал пластиковым. Нефицирован с дырчиками. Крепление под номерной знак. Да, это заводское крепление под номерной знак. По-моему, в тот момент опять взялись за мопедистов и начали их тотально щемить в сторону регистрации мототехники. И прочих этих нюансов. Двигатель Ша-52 остался тем же самым с приведом сведометра от двигателя от вторичного вала коробки передач. Если там поменять звездочки одну на другую, то он врал безбожно этот двигатель. Рама все та же трубчатая. Все оставалось, как и прежде. Это просто Рига 4 чуть более позднего года выпуска. По сравнению с моей основной Рига 4 красного цвета. Как видите, в отличие от Риги 4 70-го года, эта синяя Рига была задута в один цвет. Монотонная. То есть не было комбинации белой с основным цветом раны. И поэтому в связи с модернизациями я и взял этот мопед для себя. Что было для сравнения. И как мопед для повседневных покатушек. То есть основная, четвертая Рига будет основным музейным экспонатом. А вот эта вот Рига 4 будет каждодневным экспонатом для покатушек. Таких мопедов у меня несколько задвоенных. Это Верховина 3. Одна будет обычная, одна будет туристом. Корео-туристы они будут тоже часто катать. Рига 4 и Верховина 4. Это вот. Ну и Панони, естественно, но они все разных годов. Но вот именно три мопеда у меня задвоенные. Не индивидуальная модель. Но разных годов выпуска. Так что благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал. Эта серия хоть и была скучной и короткой, но эта перекличка. Я должен озвучить этот мопед. Благодарю всех. Всем пока.